Мы, разрабатывая этот проект, мы отталкивались от идеи того, что библиотеки сейчас претерпевают значительные изменения и во многом в регионах и в Москве становится центром в том числе и компьютерной и интернет-грамотности. По крайней мере, мы как бизнес видим уже значительные подвижки в этом направлении и считаем, что действительно та среда, где детям обычно бывает комфортно, где их встречают доброжелательные, знающие их психологию и потребности люди, именно там им и стоит осваивать те азы интернет-грамотности и получать тот самый нужный и позитивный контент, который так непросто найти детям самостоятельно в интернете. Проиллюстрировать эти слова можно только вот тем исследованием, которое мы проводили, приступая к этому проекту. И это исследование показывает, что, в общем-то, большая часть детей сегодня находится, серфит в интернете без участия взрослых. И мы знаем, что часто наши подростки во многом более осведомлены о том, что творится в интернете, как с ним работать, чем родители. Соответственно, родители часто не могут помочь ничем, не найти нужную информацию в поисковых системах для реферата, не обезопасить своих детей от того негативного контента, который случайно может встретиться ребенку при поиске того же, соответственно, реферата по ботанике, биологии и так далее. И, как мы выяснили, большинство людей, большинство взрослых людей хотелось бы видеть роль оператора в том, чтобы оператор представлял изначально чистый интернет. То есть часто интернет-провайдеры нас в том числе сравнивают с каналом телевидения. Считают, что изначально провайдер должен предоставлять уже чистый интернет в дом, как первый канал должен, соответственно, заботиться о том, что он показывает зрителям. С этими стереотипами, в общем, можно бороться, но довольно бессмысленно. Поэтому мы восприняли этот месседж, это желание своих клиентов, как руководство к действию и попытались развернуть свою социальную позицию именно таким образом, чтобы работать с теми потребительскими рисками, которые мы, как оператор, вольно или невольно несем в дом каждого потребителя интернета. Соответственно, цель нашего проекта — это создание и постоянное поддержание списка полезных, интересных и развивающих ресурсов для детей. Мы также хотели бы, чтобы в этом проекте принимали участие сами дети, поскольку понятно, что наши дети во многом в школе получают множество рекомендаций о том, что делать, что не делать. И в интернете они, конечно, чувствуют себя более свободным. И наш ресурс, который мы хотим создать, он должен отвечать потребностям детей, он должен быть интересен, и дети должны сами рекомендовать те ресурсы, которые они считают важными. И третья вещь, которую мы считаем важным отметить, и почему мы пришли к библиотекам, это как раз та экспертиза, которая существует у детских библиотекарей. Как мы раньше приходили в библиотеку для того, чтобы спросить, какую же книгу мне сейчас почитать, посоветуйте, помогите, направьте. Также и сейчас, в общем-то, дети должны приходить в библиотеки к специалистам по детскому контенту, которые могут подсказать, направить, порекомендовать. Ну, соответственно, основной вопрос, что рекомендовать, где это найти, и как правильно подать эту информацию детям. Как я говорила, есть большое количество угроз в интернете, которые необходимо учитывать. Фильтры, которые сейчас представляют практически все операторы, они существуют, но грамотный подросток знает, как их обойти. Собственно, если он захотел найти ту информацию, которая ему интересна, но которую взрослый считает, что она ему не нужна, он ее все равно найдет. Любой фильтр, в принципе, грамотный подросток обойдет. Но в то же время существует проблема. А если подросток хочет что-то найти, он не знает, куда идти, он идет в те же самые поисковики, и как раз там сталкивается с большим количеством баннерной рекламы, ненужной ему информации, и, ну, соответственно, в поисковике может выскочить все что угодно. А куда по-настоящему пойти за полезным контентом, дети не знают. Сейчас эта проблема решается таким образом, что существует большое количество общественных организаций, которые так или иначе занимаются проблемой позитивного контента, но, как правило, эта работа не носит постоянный характер, создаются белые списки, дальнейшая их судьба не отслеживается, потому что все мы знаем, что интернет — это такая среда, которая видоизменяется каждый день, иногда каждый час. Соответственно, то, что ранее было отобрано в качестве позитивного ресурса для ребенка, через час, через день, через неделю может уже содержать ту информацию, которая будет для него, мягко говоря, неактуальна. И эти эксперты, которые сейчас занимаются отбором сайтов, они, как правило, не являются экспертами в детской литературе, в детском контенте. Соответственно, их качество, их отбор оставляет желать лучшего. Сферы ответственности в проекте. Мы, соответственно, разбили проект на два этапа. Первый — это, конечно, подбор тех порталов, тех развивающих ресурсов, которые сделают специалисты по детскому контенту, собственно, библиотекари по всей России. И затем детям будет предоставлена возможность пополнять этот список и также возможность лайкать, рекомендовать и общаться в том формате, в котором они привыкли общаться в социальных сетях. Как результат, собственно, планируется создать востребованный детьми и родителями список полезных и безопасных ресурсов, которые будут постоянно пополняться, которые будут актуальны, которые будут действительно работать на развитие и образование наших детей. Соответственно, пока мы предполагаем, что вот такой библиотенок будет сопровождать наших детей на этом ресурсе. Ресурс будет открытый, будет предоставлен, соответственно, в общее пользование и, конечно, мы рассчитываем, что этот ресурс повысит безопасность нашего интернет-пространства, в частности, безопасность Рунета и, соответственно, будет работать на действительно положительные моменты в развитии наших детей. Все, спасибо.